МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самая страшная техногенная катастрофа современности. 35 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Военно-морская слава города. Музею ВМФ 10 лет. За чистоту в Сарове прошли субботники. Далее расскажем обо всем подробно. Уже в этом году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату с помощью государственной информационной системы, которая скоро будет запущена, в чем особенности новой системы. В системе будут собраны все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Платформа будет взаимодействовать с единой государственной информационной системой социального обеспечения, где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи. Платформу синхронизируют с порталом Госуслуг. Через него инвалиды смогут подавать заявление на получение электронных сертификатов. Этот сервис станет доступен с октября. В информационной системе у каждого гражданина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет цифровая запись об этом. Электронный сертификат будет привязан к карте МИР, на которую государство зачислит определенную сумму. Ее можно будет потратить на приобретение средства реабилитации в магазинах из определенного списка. Граждане будут вправе отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации, как раньше. Собирать их в фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию. В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Михаил Мишустин также подписал постановление о формировании и утверждении перечней товаров, работы услуг, которые можно получить по электронному сертификату. Эти перечни также будут содержаться в новой государственной информационной системе. Федеральным законом 26 апреля включено в перечень памятных дат России, как день участника ликвидации последствий аварий и катастроф и памяти их жертв. Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно. Те, кто набирал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. По инициативе Союза Чернобыль в нашем городе хотят поставить памятник ликвидаторам. Наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы выяснить у саровчан, помнят ли они об этой трагедии и как относятся к предложению установить монумент. Это был 1986 год, я служил в армии в то время. Да, я помню это. Это жучайшая история, конечно же. И не дай бог кому-то пожелать подобное. Там один блок взорвался, то ли четвертый блок. С нашего города очень много людей туда поехало. Что сколько их погибло и сколько их потом умерло после этого. Это героизм был в высшей степени. Поэтому, естественно, нужно. И давно больше надо ставить это. И, конечно, много там погибло. Особенно вот первые моменты, то, что там надо было выключить реактор, наверное. Ну, вообще-то у нас люди с нашего города там трудились. Может, стоит. Ну, надо. Это же память все равно. Ну, на ошибках хочется, как говорится. Так что, я думаю, это полезно. А ты как думаешь? Я тоже думаю, что нужно. Все равно память какая-то будет. На протяжении прошлой недели в выпусках новостей мы рассказывали вам о городских событиях, где чествовали саровчан-ликвидаторов. Также на нашем канале вы можете посмотреть новый выпуск передачи «Лица Сарова», где мы подробно рассказываем истории двух земляков, которые работали над восстановлением радиационной обстановки в Чернобыле. Александре Филипповиче Кайдарове и Юрие Павловиче Демине. Директором МУП «Центр ЖКХ» назначен Николай Шестопалов, 1982 года рождения. Образование в ИШЕ закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности городское строительство и хозяйство. До настоящего назначения занимал должность инженера по надзору за строительством в департаменте капитального строительства «РФЯЦ ВНЕФ». Ранее работал инженером и начальником отдела в МУП «Горводоканал». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дождливая неделя ожидает нижегородцев. До пятницы, по данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться в районе плюс 8-13 градусов. Ожидаются дожди. Лишь к выходным в области потеплеет до плюс 14 днем. При этом по-прежнему вероятны дожди. Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в эти дни будет слабо возмущенное магнитное поле. Увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорта России, предложил член общественной палаты Султан Хамзаев. Как сообщает РТ, свое письмо общественник направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. По словам Хамзаева, ежегодно миллионы россиян спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны. Увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска будет касаться тех граждан, которые имеют оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одну из туристических зон России на срок не менее 10 дней. В преддверии майских праздников Роспотребнадзоре призвали россиян соблюдать масочные режимы, использовать санитайзеры во время традиционных для этого времени шашлычных пикников. Там также дали советы по приготовлению мяса. Год назад в разгар пандемии ведомство рекомендовало отказаться от пикников на природе. Однако не все последовали совету. Тогда за длинные выходные суточный прирост заболевших COVID-19 увеличился почти на 50%. 11 водителей поймали пьяными за рулем на дорогах нашего города. Из них двое отказались от прохождения медосвидетельствования. Один водитель сел за руль нетрезвым повторно. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Мотосезон открыт и первые ДТП с участием железных коней не заставили себя ждать. 25 апреля мотоциклист выехал на дорогу в состоянии алкогольного опьянения. На улице Силкина у дома 54 мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и угодил в кювет, опрокинув свое транспортное средство. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 24.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, повторное управление лицом уже привлеченным за аналогичное правонарушение. Административный материал собран в полном объеме, зарегистрирован и направлен в отдел дознания для принятия законного процессуального решения. В результате у нарушителя закрытый перелом правого лучезапясного сустава со смещением, ушибленная рана правой брови и ушиб правого коленного сустава. Как выяснилось позднее, мужчина ездил без прав. Второе ДТП произошло на перекрестке улиц Садовая и Зернова у дома номер 4. Водитель 57-го года рождения, управляв машиной «Фальсваген Тюглан» на регулируемом перекрестке, при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал стафора, совершил наезд на несовершеннолетний велосипедиста 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибленные раны лица. После осмотра велосипедиста отпустили домой. Это первое ДТП в этом году с участием детей. Анна Пилипецкая, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». На протяжении недели в Сарове проходили субботники. Сделать город чище и убрать мусор с улиц родного города вышли сотрудники городских предприятий, предприниматели, студенты и школьники. Территорию возле висячего моста приводили в порядок активисты со станции юных натуралистов. Подробности далее. На субботник вышли около 200 человек. Это семиклассники из саровских школ. На то, чтобы прибрать вверенную им территорию, у ребят ушло не более получаса. Само мероприятие каждый год мы стараемся приурочить к Дню Земли, потому что это все-таки защита природы, охрана окружающей среды, все экологическое и природоохранное. То есть мы все соединяем в одну. И дети, которые убирают, в следующий раз могут у нас все-таки воспитательное мероприятие. То есть у нас все вкупе, все в одном. Акция «Зеленая весна» проходит более чем в 80 регионах России. В ней принимают участие порядка трех тысяч человек. В Сарове ребята собирали мусор на заливном лугу вдоль берега реки Сатис. Мы сегодня помогали нашему любимому городу собирать мусор, убирали территорию. Это было не очень трудно. Если чисто, всегда хорошо, потому что, ну вот мусор убираешь, дышать проще. Своим примером ребята показали бережные и ответственные отношения к окружающей природе. На субботнике школьники находили фантики от конфет, пивные бутылки и шприцы. Самое большое количество мусора – это бычки от сигарет. Они являются из мусора не самые вредные, потому что внутри фильтров находится пластик, который… Именно тот пластик, который используют в сигаретах, он как бы по своей текстуре, он наиболее долго разлагается. Акция «Зеленая весна» стартовала 22 апреля, а закончится она ровно через месяц. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Министерство образования, науки и молодежной политики региона конкретизировало информацию о рабочей школе в начале мая. Указом президента РФ дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. То есть при пятидневной учебной неделе нерабочими и праздничными днями для работников школ считаются дни с 1 по 10 мая. И, соответственно, они неучебные для школьников. При шестидневной учебной неделе нерабочие и праздничные дни для работников школ – 1, 2, 4, 7, 9, 10 мая. И, соответственно, неучебные для школьников. Школам, работающим в режиме шестидневной учебной недели, рекомендовано скорректировать программы, чтобы исключить посещение школ учениками 3 мая и 8 мая. Десять лет назад, 25 апреля, в библиотеке имени Маяковского был открыт Музей военно-морской славы. На сегодняшний день это единственный военно-морской музей в системе государственной корпорации «Росатом». И редкое явление для библиотек в целом. Идея его создания принадлежит Сергею Яковлеву, председателю общественной организации ветеранов военно-морского флота России города Сарова имени адмирала Ушакова и его единомышленникам-энтузиастам. Подробности далее. Более 58 тысяч посетителей и 1600 экскурсий в Сарове. За 10 лет Музей военно-морского флота из камерной организации с 15 стендами превратился в исторический комплекс из 36 экспозиций. Идея создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Благодаря бывшему директору библиотеки имени Маяковского Татьяне Тихонову и бывшему главе администрации Валерию Димитрову, которые предоставили подходящее помещение. Приняли первый раз американскую делегацию, которая приехала, наша побратима со Саламаса, городская администрация. И одна из женщин, тогда были удивительные слова сказанные. Музеи – это такие холодные помещения, потому что в них выставлены неживые предметы, какие-то факты, стенды, и вот как-то в них прохладно. А вы знаете, вот в вашем музее тепло, то есть вот настолько он душевно согрет, и мне поразило, что вот, казалось бы, вот каким образом она может оценить нашу работу по тому же администрации Ушакова, то есть что он мог для нее представлять, но тем не менее такая оценка. Спустя полгода работы все поняли, что нужно расширяться. Ветеранам ВМФ предоставили большой читальный зал на втором этаже. С тех пор музей располагается здесь. Его гордость – единственная в России передвижная выставка, которая полностью рассказывает о жизни и судьбе адмирала Федора Ушакова. За пять лет по России ее посетили более 120 тысяч человек. Последние четыре года соровчане участвуют в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. И этот не станет исключением. Мы тоже гордимся, что, допустим, мы первые музеи, пока единственные музеи в атомной отрасли военно-морской, к нам прибывали. И представители руководства Росатома, я не говорю других ведомств, это очень большой перечень. Большая благодарность от нашего музея, от наших ветеранов флота, именно администрации нашего города и руководству Федерального авиацентра. Потому что лично Валентин Фимович Костяков очень много делает и понимает, что вот наши эти выезды – это хорошее поддержание и создание положительного имиджа города Сарова Федерального авиацентра за пределами территории Нижегородской области. В честь юбилея Музея военно-морской славы в Питере 24 апреля прозвучал полуденный выстрел с бастиона Нарышкина Петропавловской крепости. Три, четыре, пять, огонь! В городе Санкт-Петербурге было впервые вообще история нашего города, ну, нашей организации, произведенный выстрел в честь города Сарова. Десятилетие музея, Саровского музея военно-морской славы, чем мы очень гордимся. Члены общественной организации ветеранов ВМФ непрерывно проводят научную работу, открывают новые исторические факты. Еще одно отличие музея от остальных в городе – его интерактивность. Здесь взрослые и дети могут примерить обмундирование, потягать якорные цепи, постоять за штурвалом настоящего корабля. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону 8-910-127-1949. Дарья Козина, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!